привет друзья коллеги девчонки пчелки сегодня очередной день на пасеке и мы работаем чистим донья сжимаем гнезда и хочу сегодня показать случай который случается во многих мне вопросы задают как матку подсадить подставить способов подсадки матки или замены матки очень много мы вчера когда я сжимал гнезда мне не понравилась одна семья потому что значит расплод раскиданный ну я покажу так точечка на и там даже трутовый уже такой ячейка трутовая была матка старая с красной меткой еще до какого года девятнадцатого года наверное поэтому она там есть но я ее уберу оттуда уберу и присоединю у меня есть маленький отводочек я его туда присоединю вместе с вами посмотрим как это дело происходит и что получится я вообще-то сам по себе перестраховщик поэтому чтобы не делать по два раза одну и ту же самую работу я лучше перестрахуюсь потому что ну сами понимаете соединишь до кучи потом через время приходишь они убили матку начинаешь опять голову морочить зачем лучше перестраховаться это один момент второй момент хочу ответить тем которые пишут что то вот ты там плохо семьи готовишь в зиму они у тебя выходят плохие значит ты неправильно занимаю короче где-то в так вот я хочу сказать что если я когда-нибудь надумаю продавать маток со своей пасеки или же пакеты то поверьте мы с вами будем смотреть совершенно другую пасеку совершенно другие семьи вы будете видеть какие должны быть семьи и как эти матки нагоняют столько пчелы а сейчас а сейчас и в дальнейшем я буду показывать те моменты которые я больше чем уверен не ошибусь если скажу в 90 процентов случаев пчеловодов случаются и как из них я выхожу из этой ситуации потому что я знаю много способов и много способов испытал на себе какие-то мне не понравились какие-то понравились а какие-то у меня работают ну практически на 90 процентов на 99 может быть 5 процентов неважно но они работают по процентам больше я их использую они мне нравятся я их проверил вам же всегда говорю что вот тот способ который вам до души и он у вас получается вот этот способ и применяйте но вы должны знать еще пару-тройку способов которые ну ситуации разные конфигурации разные могут случиться и можно применить тот или другой метод но в основном пользуйтесь одним методом который вам нравится ну как то так а сейчас пошли покажу да совсем забыл плюс 10 слезть солнышко выскакивает потом прячется за тучки гуляют такие черные тучи ну обещают снег у нас на сутки где-то зарядит поэтому у нас еще два дня теплой погоды есть чтобы успеть закончить свои работы а потом снег придавит и уже субботы плюс десять плюс двенадцать и пошла температура вверх так что как-то так донецкая область восток украины так друзья вот она это семейка мы ее сжали до четырех рамок но сейчас теперь надо матку найти челка больше стола нашел вот эта матка она старенькая сейчас я вам покажу расплод вот такой вот расплод раскиданный он трутовый уже запечатанный вот поэтому это это не годится значит значит я всегда что делаю если я обнаруживаю вот такую семью то все рамки где есть подозрение или там есть расплод если расплода побольше значит я его ставлю другую семью а так вообще все рамки с расплодом выкинуть отсюда чтобы у них не было возможности потому что они сейчас начнут же думать как восстановить матку и могут начать от тянуть маточники поэтому вот в этих двух средних рамках возможно где то попадется яйцо какое-то я его я их убираю сейчас пересмотрим а ну смотри я тоже все рамки на улице плюс 10 так же пчела подымется так тут расплода нету все вот эти вот две рамки я оставляю сейчас пчела это перейдет сейчас мы ее немножко дымнем перейдут они на эти рамки пока мы будем работать они почувствуют сиротство так закрываем и пускай собираются ребята вы не поверите прошло буквально 20 минут вы смотрите как изменилась погода пошел снег ну я не знаю и затянуло все вокруг не знаю до каких пор вот такой снег будет лупить хотя на сегодня вообще-то ничего не передавали никаких осадков осадки должны были начаться ну как минимум дня через два а сейчас от гляньте снегопад ну и по ходу дела видео ответы потому что очень часто спрашивают за литки в каком состоянии у вас литки вот всю зиму литки были на решетке от мышей закрывали и так они до сих пор стоят значит если бы предположить что этот литок практически на всю ширину открытый и поступает ну в большое количество холодного воздуха в улей то это не так пчелы мудрее нас братцы и сейчас мы с вами это дело посмотрим значит чтобы видно было значит если посмотреть с внутренней стороны то они запрополисовали практически всю ширину литка оставив только раз два три четыре вот пять дырочек через которые можно выйти на улицу то есть они предусмотрительно сделали те оставили те отверстия которые посчитали и сколько посчитали нужным так что вот как то так не переживайте ну все теперь пришла очередь я не знаю сколько времени прошло чтобы мы подсоединили вот такой вот тут отводочек ну на этой рамке просто матка находится что я сейчас сделали я поставлю медовую рамку пчелы жужжат уже услышали что нету мамки а эту рамочку подставлю через медовую чтобы они как бы не сразу контакт прошел ну на всякий случай я говорю что я уже перестраховщик поэтому вот вот так а в следующий раз мы посмотрим здесь результат какой будет ну шо вчера мы подсаживали матку прошло сутки не прошли конечно не прошли то не не прошло но вечером за но тем не менее час глянем какой там результат у нас давайте о я уже даже вижу через пленку что они уже подружили шо да вчера они жужжали здесь бедные такие обиженные были матки не стало а сейчас о и пчелы пчелы здесь обсиживает хорошо рамочки вот сколько у матки тут наверно то она находит дядя а да на крайней рамке ходит матка приняли так что все результат достигнут то есть что мы сделали мы не спешили мы убрали матку подождали ну прошло наверно часа четыре а то и пять наверно пчелы почувствовали сиротство весной в такую погоду они принимают маток если и объединяются очень хорошо поэтому ту жменьку маленький отводочек который у нас был мы присоединили они объединились принявши матку матка молодая результат налицо три дня не разгибая спину работали осталось еще десятка два наверно но вся остальная пасека гнезда сокращены донья почищены так что теперь ну результат я вам должен сказать что есть печатный расплод и практически наверное процентов 70 семей в которых есть печатный расплод я не скажу что там большие пятаки ну такие пятачки печатного и вокруг значит личинка и яйца то есть матки потихоньку сеют процесс идет но холодно холодно даже вот видели да показывал снег у нас шел такая температура плюс 10 тучи найдут набегут значит плюс 7 но тем не менее мы с задачей справились на этих выходных здоровья и благополучия вам всем хорошего сезона до новых встреч друзья не забывайте подписываться подписываться на канал